Музыка Значит, предварительно определены три места, где будут проходить крещенские купания омоления. Это первое место, река Балаковка, в районе санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд». Будут проходить они с 23.00.18.00 до 18.00.19.00. Вторая точка, судооходный канал напротив седьмого микрорайона, район причальной стенки, также будет по временным показателям проходить с 23.00.18.00 до 18.00.19.00. И третья точка, это река Большой Иргиз в районе Иргизско-Воскресинско-Мужского монастыря, село Криволочь и Сура, Бокфатровского муниципального образования, также с 23.00.18.00 до 18.00.19.00. Также планируется проведение крещенских мероприятий, в которых будут совершены крестные ходы к водоему. Это от храма до реки Балаковка, первая точка. Вторая точка, это от храма, это напротив седьмого микрорайона, в седьмом микрорайоне до судооходного канала. Третья точка, это третий микрорайон, храм-судооходный канал святого апостола Иоанна Богослова. И четвертая точка, это река Большой Иргизс в районе Иргизско-Воскресинско-Мужского монастыря. То есть, где будут проходить крестные ходы с освещением воды, это у нас четыре точки. Также 11 мест будет на территории города Балакова и Балаковского района, где будут совершены освещения воды без крестных ходов к водоемам. После утверждения данного распоряжения и согласования с духовестом, данный документ будет опубликован и передан во все средства массовой информации. Что касается толщины льда, особенно это касается, где будет проходить омывание, купание в Иордане, то это толщина льда колеблется от 15 до 20 сантиметров. Ежедневно совместно с ГИМСом мониторинг ледового покрытия в данных точках проводится. И уже если будут какие-то изменения, в связи с погодными условиями, возможно, будут проведены корректировки. Но предварительно то, что я озвучил информацию, она сохраняется. Спасибо.